Как мы закончили с феноменологией? Значит, мы вроде как закончили с феноменологией. Нам уже оказалось больше нечего уже видеть. И качество, и насколько больше, и насколько меньше, и насколько больше, и насколько меньше. Понятно, чего тут еще ждать. Дальнейшее движение заключается, в общем, телесная форма опосредует собой знание о предмете. Но до сих пор мы не осознавали этого опосредования. Мы не осознавали чувственную форму как посредника предмета. Осознание чувственной формы как посредующей, что предполагает? Предполагает, что мы сначала мысли в чувственную форму, а затем, и вследствие этого, мысли в предмет в этой форме. Сначала мыслящая форма мысли в чувство, а затем предмет в чувстве. В таком случае мы можем мыслить, то есть мысление чувства предпосылается предмет. Чувство предшествует чувственному предмету. Такое чувство становится независимым от того, какой предмет чувствуется. Предмет обязательно должен чувствоваться вследствие мышления формы чувства. Вследствие мышления чувства мысли в предмет. Но какой именно предмет мысли в чувство? Само мысли в чувство к этому остается безразличным. Это означает, что мы можем, помыслив чувство, затем, и вследствие этого, помыслить цвет. А затем, помыслив чувство, можем помыслить звук. Этот цвет и звук будут нами мыслиться, как имеющие одну и ту же чувственную форму. В одной и ту же чувственной форме мы мыслим звук, а затем мыслим цвет. В одной и ту же чувственную форму. В одной и ту же чувственной форме мы совершаем переход от цвета к звуку. И наоборот, от звука к звуку. Если мы возьмем это состояние, то есть мышление в одной и той же чувственной форме цвета и звука, то мы увидим, что мысличая форма берет чувственную форму как одну и ту же, а предмет как разный. Причем цвет и звук, разумеется, не просто разные, они несоотносимы между собой. Так вот, если мы с позиции мышления возьмем вот этот вот цвет и звук в одной и той же форме, то это состояние, взятое со стороны формы, является одними те же состояния. А со стороны чувствуемого и мыслимого предмета это два разных состояния. Одно – цвет, другая – звук. А состояние чего? В состояние входит чувственная форма и предмет, и ее предмет. То, что мыслится. Обычно же говорят «состояние чего-то другого». Состояние ведь это характеристика чего-то другого. Не просто состояние, а состояние предмета, состояние человека, состояние формы. Ну вот, если мы возьмем ситуацию, когда в одной и той же чувственной форме мыслица, цвет и звук, то взятая со стороны формы, эта ситуация, это представляет собой одно и то же. А взятая со стороны дизиза, надо представлять два разных состояния. Одно состоит, где в чувственной форме имеется цвет, другое состояние, где в чувственной форме имеется звук. Это означает, что мы не можем отличить чувственную форму от чувственного предмета. Даже не просто отличить, а прямо-таки отделить. Чуть-чуть. Ну, получается, что мы можем отделить чувственную форму от чувственного предмета. Да. А мы здесь посредствующую роль чувственной формы. Мы становимся самостоятельным феноменом. Нет. Самое проблемное, что предмет становится самостоятельным, потому что предмет всегда становился в форме, и поэтому никакого самостоятельного предмета не было. Предмет всегда был предмет, который опирается на форму и зависит от нее. А теперь получается, что предмет от формы отделился. Это немного странно. Если мы дадим возможность предмету быть самим по себе, то тогда это означает, что у него и форма своя есть, помимо нашей формы. Или это вообще возникнет как бы на другой разговор? Мы до сих пор предмет мысли в чувственной форме. Теперь мы ту же самую ситуацию мыслим в позиции мыслящих форм. Берем, но более эксплицитно. Мы сначала мыслим эту самую форму, в которой существует предмет, а затем мыслим предмет в этой форме. То есть мы осматриваем посредствующую его чувство, которая всегда была, но не была нами отмечена. То есть формы две получается. Мысленная форма или мыслящая форма, и форма чувственная. Ну это как всегда. Мы когда-то его получили, и так мы его пытались. И тогда получается, что предмет, который самостоятельный, он просто предмет в чувственной форме? Не больно. Ну просто не хотелось бы, чтобы предмет сам по себе был каким-то. Ну это вроде бы нет. Потому что это чревато всеми вот этими кантовскими рассуждениями, вещи в себе и прочее. Да, я по себе понял. Это правильно. Вроде бы этого нет. Просто мы осознаем посредствующие значения. Чувственная форма. Сознаем с позиции естественно мыслящей формы. Мысли сначала вносят форму, а затем с необходимостью, ну в двухшагу разъявили. Затем с необходимостью вносит предмет в этой форме. То есть она форма, а потом предмет вместе с тобой. Не, но ведь у Кантови тоже есть две формы, да? Чувственная форма и есть форма мысленная, то есть понятия. Об этом идет разговор, что есть два вида форм. Пространство, вероятно, это чувственная форма, но не важно. У него пространство, вероятно, у вас другие. Но есть чувственная форма, а есть как бы формы мыслящие или мысленные. Это понятие. То есть и так же у Канта раздвоение есть. Как это ваш разговор относится с Кантовским? Ну это, наверное, этот вопрос надо задавать в другой момент. Когда у нас долго просто нет развлечения и чувственной формы. Потом в какой-то момент, а именно при операции осложения и умножения, появляется развлечение и чувственная форма. Вот в этот момент надо смотреть, отвернуться в этот момент и посмотреть, как Канта дает это обращение на высли и чувства. Как у нас получается? Нет, ну Кант просто находит. Он находит, что есть это развлечение и все. Он никак не обоснован. Да. Кант некоторых же вещей не думает, что это появляется, что теперь говорится словами. Разница на сколько, наверное, трудно соотнести. Слово «своя». Ну, прийти можно заняться, но уже не сейчас. Нет, конечно. Мы на нас сложили опять. У нас доверяют. Это чтобы понимать, в каком месте мы находимся? Мы находимся в месте, где предмет имеет качество. Определенность качества. И до сих пор мы работали с… Соотносили качество одного… Это как все более… Ну, в общем… Цвета сравнивают с цветами, зубы сравнивают с зубами. В феноменологии мы только работаем с соседями ряда. В запахе запахами, цвета с цветами, зубы сравнивают с зубами. Это достигается, как я вижу, вот таким способом. Мысль, мыслящая форма осознает посредствующее значение чувства. Осознает, что она через чувство приходит к ряду. Как она осознает? Она сначала носит чувство таковое, потом подняет чувство. Сначала носит чувство, потом звук в чувстве. Потом опять носит чувство, потом цвет в чувстве. Эта ситуация, взятая со стороны формы, представляет собой одно. Понятно, что это одна и та же форма. Мысль сначала – цвет, потом звук. Взятая со стороны предмета – это две несвязанные мысль с собой ситуации. Мы мысляем сначала цвет, потом звук. И они имеют в виду с собой не только разница, а когда будут сравниваться. Что мы должны сделать? Мы должны сначала мыслить цвет, а затем мыслить переход в звук таким способом, что сохраняется понимание того, что это одна и та же форма. Мыслить и цвет, и звук. И в этом переходе от цвета звука удержать понимание того, что это одна и та же форма мыслить и цвет, и звук. Что значит одна и та же форма? Что значит одна и та же форма? Форма – это же действие. Цвет и звук – безотносительный. Удержание формы при переходе от цвета звука. Удержание понимания… Удержание тоже со стороны формы при переходе от цвета звука. Именно удержание формы при переходе от цвета звука дает нам понимание того, что цвет и звук в одном и том же месте. Цвет и звук в одном и том же месте. Форма у нас изначально тоже стоит, его не надо удерживать. Форму уже не надо удерживать, она же изначально тоже стоит. Но мы не осознавали этого. Мы исследовали цвета, звуки. То, что они схвачены одной и той же формы, этого разговора не было. Такая ситуация была у Форму, понятно, что чувства всегда посреднили. Знание предметов. Но усиление чувства в качестве посредника – этого не было. Это мы сделали. Как мы всегда делали. Мы проясняем то, что уже есть. Сознание. Да, мы проясняем, что восприятие цвета и восприятие звука происходит одним и тем же, одной и той же формой чувства. Или, иначе говоря, цвет и звук существуют в одном и том же месте. Что цвет и звук, понимание цвета и понимание звука – это понимание одного и того же. Как мы достигаем? При мышлении перехода от цвета к звуку мы удерживаем тождество от звука. Цвет сменяет звук, но форма остается тождественной. Не изменена. Так все-таки это мы навязываем миру вот эту тождественность. Или это в мире так? То есть это предмет таков или это форма на самом деле такова? То, что звук и цвет принадлежат одному и тому же – это заслуга чья. Так такого положения дел в мире, как бы предмет такой, и мы только его обнаруживаем. Или такого положения… Такова суть форм, да, что она так делает? Нет, ну конечно только в форме, потому что ведь… Нет, просто тогда мы творим мир. В одной той же интересной форме и звук, и цвет последовательно схватят. Не творим ли мы тогда мир просто, если мы присоединяем к одному и тому же звук и цвет как к каким-то своим произволам, ну то есть своей формам? Хотелось бы от творения – это убежать. Но мы же не творим звук, как звук и цвет, как цвет. Да, но мы соединяем их благодаря форме. Конечно. Но это не в самом мире так, а это наши как бы действия. То есть один так соединит цвет и звук, а другой по-другому, и это будет как бы нормально? Если формы, мы могли только ставить рядом два цвета и ставить рядом два звука. Этот звук мы никак не могли соотнести. Никак. Так цвет и звук сами соотнесены, помимо нашей формы? Или на самом деле формы их соотносят? Соотнесение звука из цвета, но необходимо или случайно? Необходимо, конечно. А почему? Необходимо в том смысле, как необходимо развитие сознания. Сделаем просто еще один шаг в самосознание. Форма всегда, чувство всегда обосредовало, мысли предметы. Теперь мысль понимала это обосредование, осознала это обосредование и стало обосредование. Сначала, а как можно создать обосредование? Только так. То есть форма приорная получается, как у Кампа. То есть, когда кто-то кричит, это кричит ребенок или нет телевизма. Важно, что я предмет вижу, и я предмет кистую. Я понимаю, что это один и то же будет. Почему я это понимаю? Потому что я понимаю, что и твердость, и желтость находятся в одном месте. Вот заканчивается, закончилось. Так это свойство самому предмета или формы? Да, форму есть желтость. Да нет, мы формы. Это же в одной и той же чувственной форме обнаруживается. Ну, что это? Нет, я же не настаиваю здесь выбрать. Я имею ввиду, что мы установили это как-то. Сейчас мы это понимаем. Откуда берется вот эта вот принадлежность к одному? Ну да. Если мы воспринимаем таким образом, что сначала мы осознаем чувство как чувство, а потом предмет в чувстве, само вот это развлечение чувство как чувство, а потом предмет в чувстве, позволяет нам сначала увидеть предмет в чувстве, а потом услышать предмет в чувстве. Но поскольку мы уже смогли отделить чувственную форму как таковую от чувственного предмета, мы понимаем, что звук и цвет сходятся в одной чувственной форме. И поэтому они принадлежат одному. Да, а как мы звук и цвет отличаем? Для того, чтобы нам собрать этот подрон, нам надо отличить звук и цвет. Мы не отличаем звук и цвет. Мы просто понимаем, что звук и цвет приближат к одному и тому же месту. Она находится в одном и том же месте пространства. Звук и цвет. Вот я вижу, вот оно звучит. В одном и том же месте. Ну, разные задачи, все равно звук и цвет. Ну, тогда разница нам ничем не отличается тем, что когда мы умели делать это со звуком и цветом. Теперь мы это называем звукосветом. Ну, в чем разница между звуком и цветом и звуком? Для того, чтобы она была содержательная рация, мы должны уметь отличать звук от нечто самостоятельное. Да, получится некое новое качество, которое из 7 и 2 состоит. Да, из 2 состоит. Один из них станет параметром потом, как по нашему. Мы знаем цвет у вас в 103, в комнате 4 или что-то. В комнате 16. И докажи, что... Просто, вы когда говорите, что звук и цвет относятся к одному, да, и я говорю, что для этого, чтобы отнести себя к одному месту, вам надо различить звук от цвета. Так они различены хотя бы тем обстоятельством, что они в разных актах восприятия существуют. Мы просто смогли теперь впервые два этих разных актах восприятия... А почему они существуют в разных актах восприятия, как именно звук и цвет? Почему они существуют таким образом, как один звук отличается от другого звука? Это же тоже два акта восприятия. Возможно, один предмет то громкий, то тихий. Вы же должны показать противоположность качеств для того, чтобы говорить о способности отнести эти качества к одному предмету. Мы говорим, конечно, мы давно уже умеем отключать. Мы уже процветаем звуки, он уже все узнали. Я говорю, а мы что узнали там? Мы узнали, что звуки бывают разного громкости. Мы узнали процветать, что они бывают до разной яркости. А теперь нам надо уметь отличать звук от цвета. Разница между звуком и светом это не то же самое, что между громкостью и звуком. Между звуками и светом нет разницы, они не соотношены. Так вопрос ставить. Теперь-то вы пытаетесь отнести к одному, для этого вы должны их отличить. Тогда разницы не было. Да, то у нас тот звук, тот свет, тот свет, тот звук. У нас нет повода для того, чтобы их просто сравнили. А теперь повод появился. Для того, чтобы их отнести к одному, мы должны их отличить. Вещи отличаются именно тем, в чем они скромные. Мне кажется, что мы их отличили уже тем, кто отнести к одному. Я говорю тогда, в чем разница между тем, что мы отнести к одному месту два разных цвета, и тем, что мы отнести к одному, тому же месту звук и цвет. А два разных цвета к одному месту нельзя за что-нибудь понимать. Они будут правильно поставить. Это совсем-совсем прогнозы. А вот свет и звук находятся в одном из предыдущих. Легко. И различаются они, повторяю, тем, что они просто, уже тем, что они не рады к одному месту. Переходя от света к звуку, я удерживаю понимание того, что это одно и то же восприятие. То есть звук и цвет располагается, но и отнесен к одному и тому же месту. Значит, это разные свойства одного места. А предметы не стольные, как место, предметы другого смысла нет. Вот он шелк, в другом случае. Что такое предметы? Это место, обладающее разными условиями. Двухом, цветом, графом, вкусом. Метод. Среди фиксации одного этого определения на одного этого листа, мы даем определение предметы. Когда мы говорим, что звук там в один цвет, мы говорим о свойствах предметы. Седьмом образом, в чем... И... Что можно было бы назвать логикой? Логикой называется ситуацией, когда мысль и чувства предваряют собой предмет. Или в мысли чувства предваряют собой предмет. Когда мы надевается на чувственная форма, мысль понимает, что чувства в познании предмета предваряют собой предмет. Здесь мы совершаем переход к... Ну, не буду говорить новые слова, от феноменологии до логики. То есть получаем первое логическое определение, вещь-свойства. И интуитивно, и по Канту, вещь-свойства, это уже не эстетика. Это логика, это логика, это логика, это логика, это логика. Когда мы понимаем, что форма чувства, чувственная форма, предваряя собой предмет, мышление чувства предшествует мышлению предметов, мы получаем ситуацию неженную, а логическую ситуацию. Мы говорим, что у этого места есть и цвет, и звук. То есть в этом вполне определенном смысле цвет и звук одно и то же. Еще раз. При переходе от света к звуку мы удерживаем понимание того, что это одно и то же чувственно восприятие. И получается совсем другая ситуация. Теперь же не все цветы развиваются в звуку, а предмет со звуку. Такого у вас не было и при скрине того, что в звуку. Разделим. Что больше, меньше, больше, тише. А теперь мы попадаем в ситуацию. Вещь и звук. Причем одна вещь и разная звук. А вещь это понятие или это что такое? То есть мы относим два раза к качеству и к одному понятию? Поверь, это даёт отношение к солнцу. Теперь, когда у нас уже желтое, это не в качестве других, в качестве, одного цвета и цветов, а это солнце в предмет. Просто у Устерля есть по этому поводу возражение. Он говорит, мы никогда не видим вещи. Мы на самом деле всегда видим, так сказать, горизонты. То есть вещь на фоне других вещей. То есть мы всегда видим некие картинки. Ну, точнее говоря, в профиле ищем. В профиле, да. Ну и что? Государь говорит, по-моему, не надо быть бусы, чтобы заметить, что они должны быть в другую сторону. Не, ну а как мы объединяем эти разные стороны? Опять же ванну. А вот как объединяем, это бусы ничего не говорят. Я стараюсь показать конкретную вещьную процедуру. Не, ну а сразу... То есть, смотри, у Устерля в чем проблема? Проблема в том, что, поскольку профили – вещи. У нас есть некоторая интуиция, что есть вещь, но знаем мы только профиль. Это как бы реальное наше знание состоит в том, что мы видим некоторый профиль. Интуитивно мы подразумеваем, что есть вещь, которая полнее, содержательно полнее, чем вот этот профиль. Но, собирать из профилей вещь невозможно, потому что профили, они все содержательно разные. И на каком основании мы будем их объединять в нечто целостное? Ну как здесь... А у Устерля ничего такого нет. Он как бы пытается найти в самих профилях какое-то основание для соединения. А там его нет. Просто-напросто. Поэтому, оказывается, что вещь – это некоторая фикция, которая... У Канта есть похожие понятия, по-моему, параллогизмы называются. Когда мы должны придумывать, примысливать некоторую фикцию, но таково свойство нашего рафа. Но оно никак не обосновано анализом восприятия. А у Олега Михайловского ситуация другая. Тут не фикция. Тут структура вычленяется, которая дает нам в соотношении вещи и свойства. Или вещи и ее профили. Если в гусле этих тем. А вещи-то таковая, когда ее нет, тогда у вас получается? То есть, в последствии, по определению, это соотнесено с профилями. Да, это... То есть, это отношение между громким и сладким. А что это отношение заключает в том, чтобы громко и сладкое находился уже где? Вот это и есть. То есть, различие к профилю, фактически, присоединяются эти два. Да, да. То есть, это вещи-то отношение к профилю, получается. Наш обычный предмет. Вот, что такое предмет. Место. То есть, мы докажем, что в одном и том же месте, и звучит, и пахнет, и блестит, то докажем, что есть вещи. Друг имеет громкость. Друг имеет громкость. Друг имеет долгость. Что-то еще там звук имеет. Друг имеет высоту. А что-то звук. На что мы навешиваем звук? Звонкость. Звонкость. Звук-то громкость. Мы не различим у нас определение параметров. У нас звук-то родится вот такой, мистику. Много прилагательного. К чему она привозна? Похоже и здесь. Вече-то не что-то такое, имеющее, имеющее свойство. Это просто место, привязанное к духу и запаху, когда мы делаем метро. И получаем ситуацию в действии. Ситуацию в действии, что-то. Главное, что в одном направлении. Все это получается. Место предмета, получается место. А метод получается фиксация форм. Если мы различируем форму, то предмет форму, то мы в реальном опыте мыслей поймем, что это одна и та форму, которая в том числе есть. Ну, правда, я же еще сейчас говорю, не только думал. Видим-то мы одни места, в общем, на других местах. Убедиться, что это действительно одна и та же чувственная форма, у меня получается, это тоже какая-то мистика. Да и точность это может быть, правильно? Может быть, все очень близко находиться и кажется, что это одно и то же место, а на самом деле разное. Ну, это как разное умножение. Ну, а как? Ну, можно же рассчитать, что точность. Условно говоря, два атома, один колеблется и случает, а другой нет. Ты же не скажешь, что это одно и то же место. Но мы увидеть это не можем. Ну, вещь у нас штука в общем-то и резонная, в общем-то. Так что все равно. Зашли ближе, мы говорим еще. Это очень страшно. Просто мне кажется, если мы говорим о вещи, то надо было бы говорить о такой форме, как вещь. Вот если мы будем говорить о вещи, как форме, то тогда, может быть, весь этот разговор может состоять. То есть сама форма становится формой вещи и присоединяет к себе, как бы, вот отдельные чувственные формы, как к одному. А если мы пытаемся вещи как-то вывести из феноменов, да, как там она является, да, то много возникает вопросов из профиля и прочего. То есть форма должна себе, как мне кажется, взять на себя нагрузку вот эту, да, стать вещью. То есть должна быть такая форма, которая называется форма вещи. Ну форма становится формой вещи, когда выясняется, что, когда вы не знаете, что звук и цвет воспринимаются одной и той же формой. Но это разговор... Ну это и той же, если в первом ключе глазах, в втором глазах. Нет, это да, феноменологический разговор. Вы говорите, что вот так вот в опыте, значит, так и должно быть. Вы сейчас в логике находитесь. Должен сказать, ну как мне кажется, в логике можно только так говорить, что изначально форма одна, и поэтому к ней присоединяется разная. А не так, что есть разная, и поэтому форма их присоединяет к одному. Но мы же так и говорили, потому что говорили, что сначала чувствуем, если чувствуем форму, а потом предмет чувствует, цвет чувствует. Затем мы снимем снова и чувствуем форму сначала, а потом звук шлопит. И говорим, что это уже одна и та же форма. То есть основная форма – это опыт тождественной. Основной предмет – это опыт несоотносимых. То есть мы должны сделать следующий логический ход. При переходе от света двух удержать понимание того, что это одна и та же форма. Давайте только получаем звук и цвет одно и то же. и то, и другое некое чувственное качество, которые У них всегда есть два чувства. Конечно, но в полагании не условить, но, конечно все будет одно, но с человеком одним не чувством и в мире вещей. А ведь еще можно говорить о том, что они одно и то же с другой стороны, со стороны понятия. Ведь звук и цвет – это и то, и другое некое чувственное качество. И вот понятие чувственное качество, они объединены как одно и то. Можно их объединять в смысле агрегарном, присоединяя к чему-то третьему, которое мы называем вещью, и говорить о том, что вещь состоит из свойств. Это как бы один способ объединения. А есть способ объединения не агрегарный, а способ объединения логический, когда мы строим иерархию, что звук и цвет, более конкретные, соединяются в чем-то более абстрактном, а именно в чувственном качестве. Где чувственное качество уже уступает как понятие и как форму для каждого. Чувственное качество в качестве свойства – это действительно уже понятие. Да, и оно как чувственное свойство объединяет как понятие. Объединяет себе любое конкретное качество, будь то цвет, звук или другие какие-то. То есть само это понятие внутри себя объединяет все многообразие. И тем самым оно является ту самую форму, которая сохраняется при всем вот этом многообразии, не зависит от многообразия. Это один способ присоединения. А другой способ присоединения – как присоедините вы. Тогда есть нищий третий, к чему эти оба присоединяются. Как бы извиняйтесь. Я не знаю, что в каком смысле все-таки одна и та же чувственная форма при звуке и цвет. В каком смысле она одна и та же, я в этом не сомневаюсь. Я не знаю, что мы схватываем все-таки цвет от одной и той же формы. И удерживаем этот момент при выводе от цвета в губу. Но это... Как происходит это удержание, если на самом деле совершается приход от зрения к сомневому? Как происходит удержание того, что это одна и та же чувственную форму? Как просто логический уход мы пересвечаем. Мы рассчитываем только чувства и нюансы. Мы там про уши и глаза не говорим. Может быть, это правильно. Но когда мы дошли до того, что мы сравнили действительно глаза и уши, качество чувствовательных форм, раньше мы не сравнили. С формой были глаза в одном случае, уши в другом случае, они были несоотносимы. Мы спокойно говорили, чувствовательная форма в другом случае. Пока я говорю о глазах и уши. Но когда мы сами, если мы дошли до места, где мы сразу не говорили о глазах и уши, то в каком смысле, может быть, имеется этот смысл задать вопрос, в каком смысле это одна и та же чувственную форму? Как происходит удержание толстистого чувства, толстистого чувственной формы со стороны мысли, как происходит удержание чувственной формы при переходе от зрения к слуху? Как может сохраняется? Наоборот. Сохраняется, наверное, нечувственная форма, сохраняется мысль. То есть мыслящая форма и в чувственной форме, и в форме любой чувственной форме остается с самим собой. То есть чувственная форма тождественна только в рамках какого-то света или только в рамках звука. А при переходе отношение сохраняет только мысль, то есть форма как мыслящая. Она сохраняет то, что и в одной форме, и в другой. Да, может быть, я просто сейчас выходу. Может быть, надо говорить здесь о направленности, о персональности, что в слухе зрения есть одна и та же форма в смысле направленности на предыдущие. Это, кстати, очень важно, мы же видим, как известно, вещи вне нато, вне себя. Ну, пошел кантовский разговор, что тут говорили? Сейчас вещи будут вне себя, а потом появятся вещи в себе и так далее. Вне себя и вне себя. Ну, что значит сказать вне себя? Это означает, как сказать, что вне чувства есть нечто и как бы само по себе. Нет, ну, может быть, если можно помыслить, что чувственная форма... Если чувственная форма привязана к одному и тому же месту, то тогда только складывается определение вещей, соотносящейся со своими свойствами. Ну, в таком случае нам надо будет вычленить каким-то образом пустое место, без качеств, без какого-то содержания ощущений. Тут еще проблема такая, что пустое место и вообще, как говорили, разговор о месте, это ники разговор о пространстве. И у нас опять как бы пространство возникает как само по себе, а не как соотношение качеств. Ну, вот смотрите, соотношение качеств цвета и соотношение качеств звука. А почему место одно и то? Разные места. Потому что пространство в каждом случае разное, потому что разные соотношения. А почему чувственная форма, кстати, должна сохраняться при переходе от чувства к звуку? Почему? Потому что мне кажется, что чувственная форма привязана к тому качеству, которое оно показывает, доставляет. Ну, оно привязано, но если мысленная форма осознает посредствующую роль чувственной формы, если осознает, а мы находимся именно в такой ситуации, что мысль, мысленная форма осознала посредствующую роль чувственной формы. То следствием этого осознания является то, что чувственная форма мыслится, а потом мыслится чувственно, в этой чувственной форме данное качество, данный принцип. За счет того, что мы вычленили посредствующую роль чувственной формы, мы ее тем самым, ну, не буквально, конечно, но все-таки отделили от чувственного содержания. И само это отделение позволяет нам совершить вот эту операцию, что к одной и той же чувственной форме, в одной и той же чувственной форме находится звук, потом цвет. И мы можем говорить о вещи. Не, просто здесь знаешь, какое еще тут маленькое возражение есть? А почему не говорить о том, что чувственных форм много? Что каждому отдельному специфическому виду качеств соответствует определенная специфическая чувственная форма? Почему именно на уровне чувственной формы должны найти единство вещи, а почему ее не найти на уровне мышления? То есть на уровне чувственной форм форм много, соответственно, каждому виду качеств. Но их объединяет единство форма мысли. Потому что именно форма мысли в каждой чувственной форме остается одним и тем же. И именно в этом и состоит суть отличения мышления от чувства, когда было бы. Потому что если чувство привязано к качеству, которое оно дает, то мысль не привязана. Она может быть в каждом качестве одним и тем же. То есть в каждой чувственной форме. Ведь фактически качество это не что иное, как некая чувственная форма. Поскольку качества много, значит, мы должны говорить о том, что и чувственной формы много. Это, точнее, форма, когда мы не отличили. Мы все не отличили. Чувственную форму, например. Когда отличили, то чувствная форма может выноситься как одна. Не, я понимаю, что если от ничьей. Но тут возникают тогда проблемы методологические, связанные с тем, что надо ввести какой-то предмет, который существует вне формы. То есть который существует сам по себе как-то там, в себе, там, не важно, как он назывался. Не, ну он не существует. Он, собственно говоря, возникает благодаря тому, что форма осознала, мысленная форма осознала последствующую роль чувства. Ну а почему не ввести сразу много чувственных форм? Соответственно, каждому виду качеств. И тогда никаких проблем нет. Никакой вещи в себе нет. Так и здесь никакой вещи в себе нет. Ну как же, если мы отличили чувствную форму от содержания. Значит, то это содержание, содержание чего-то, что по ту сторону формы. Да не по ту сторону. Ну а как? Как можно чувствную форму отличить от содержания? Что это такое по-вашему? По-моему, чувствную форму никак от предмета отличить-то нельзя. И нет такого разрыва. Мы не можем здесь вклевиться. Все, что нам известно, это вот чувственная форма. И мы ее, собственно, и знаем. Ну ладно. А почему вы против, что мы не можем осознать последующие силы? Можем. Но отличить не можем. Мы не говорим, что отличаем. Мы обязательно мыслим скрепление чувства предмета. Обязательно. Нельзя покупать форму и застрять. Тут двухшаговое определение. Нельзя застрять. По-моему, это чувство предметы. Тогда, конечно, получится предметы в себе. Но мы этого не делаем. Мы просто осознаем последующую роль чувственной формы. Это мы в состоянии не делаем. Довольно поздний опыт, действительно, уже очень разное сознание. Не существует ничего. Особенно у меня посредств уже имеется. Что же он не осознает? Потому что в какой-то момент ее уже нет. Вот мы его осознаем. Ничего не различили. Просто раскрыли опыт, который давно и был. Осознаем. О, есть! Невероятная franchise смеши! Продолжение следует...